Николай Борисов ушел на фронт сразу, как только ему исполнилось 18. В 1942 он был призван курсантом в 10-й отдельный танковый взвод. Меня когда призвали в армию, на танки обучили и затем в часть воинскую и воевали. В бой ходили ни о чем не думали. Противник надо победить. Это одна мысль была. В мае 44-го механик-водитель Борисов направлен в 141-й танковый батальон на 1-й Белорусский фронт. И сразу Бобруйская операция. Их встретили, конечно, огнем страшно. И вот всех до единого подбили. Остался один. Как он ворули вперед, как начал крошить. И вот это место они взяли одним танком. За это он получил орден Отечественной войны. Потом освобождение Польши. В одном из сражений серьезное ранение и контузия. После госпиталя сразу на Берлин. Я помню, как они военные были в вагонах, были на станциях, были. Что творилось здесь в городе, вы только не видели. Ровно 70 лет назад Николай Борисов пришел работать в органы госбезопасности. Служил в особом втором отделе контрразведки управления МГБ Оренбургской области. Место жительства менял неоднократно. Оренбург, Кваркино, Цербст. В Германии прожил более пяти лет. Все 33 года работы он вел одну линию, немецкую. Занимался розыском пособников Германии, бывших полицаев, старост из Украины и Белоруссии. В Оренбургской области было много немцев, которые были во время войны, переселенцев. Ну, естественно, контингент был там разный. У них были родственники, которые там в СССР, в Гестапо. А потом, когда война закончилась, они тут все под разными там предлогами, документы меняли. И вот расселялись подальше от линии фронта, чтобы их никто не узнал. Дома никто не знал, кем работает отец и дед. Просто военный, просто дела, просто на задании. Без лишних вопросов семья всегда была надежной опорой, тылом и счастьем. Сегодня Николаю Владимировичу 93 года. До сих пор он с удовольствием встречает гостей, вспоминается слезами на глазах Великую Отечественную, гордится своей службой в органах и, насколько возможно, заботится о своих близких. Инна Томилина, Владислав Горбунов, Юрий Мухтаренко. Новости дня.